Сегодня же делаем тебе анкету на тиндере. О, привет! Ты кто такой? Мы собираемся жить вместе. Мам, мне надо с тобой серьезно поговорить. Что-то случилось? Ну, не то чтобы. Просто мне не очень нравится то, как мы сейчас живем. Что ты имеешь в виду? Такое ощущение, что я снимаю квартиру с двумя студентами, которые постоянно пьют, веселятся и занимаются сексом, где ни попадя. Ну, что тебе сказать, дочка? Ты будешь завтракать? Только не за этим столом. Я понимаю, что тебе может быть дискомфортно, но мы с Димой любим друг друга, и я еще никогда не была так счастлива. Я очень рада за тебя, ну, честно. Но я же твоя дочь. Я не должна видеть, как вы занимаетесь этим, то в ванной, то в гостиной, то еще где-то. Ань, ну, а что ты предлагаешь? Ну, какие еще есть варианты? Ну, не знаю. Может, если у вас уже все прям так серьезно, может, тогда вам стоит снять отдельную квартиру? Хм, ну, это хорошая идея. Ты уже взрослая. Ну? Ну, а значит, можешь съехать и жить отдельно. Я? Должна съехать? Ну, это же тебе некомфортно жить с нами. Можем устроить тебе в общежитии, если хочешь. У Димы, кстати, есть связи. Спасибо, мам. То есть, ты готова выгнать родную дочь ради какого-то Димы? Тебя никто не выгоняет, милая. Я тебя всю жизнь сама воспитывала, поставила на ноги. Могу я теперь наконец-то пожить для себя? То есть, в нашем доме каждый может делать то, что ему хочется? Безусловно. Хорошо? Я тебя услышала. Привет, платинки. Надеюсь, вам нравится этот сериал. Обязательно ставьте лайки под видео, чтобы видеть продолжение. Ну и дальше будет еще интересней. Телевидение перевернет жизнь всего человечества. Вы что-то разгорячили. Всем пока. А ты куда? С девчонками. В караоке идем. Во сколько будешь? Не знаю, как пойдет. Но думаю, поздно. Ну, хорошо. Только будь внимательней. Девочкам привет. Угу. Ушла? Иди ко мне. Доброе утро. Здравствуйте. Я Саша. А вы, я понимаю, Наташа, да? Чая хотите? Хочу, наверное. А вы, простите, кто? Папа Дима, да? Он просто ничего не говорил. Нет, я друг вашей дочери. Мы вчера с ней в караоке познакомились. Кстати, у Анечки очень хороший волос. Вы в курсе? Да, я в курсе. Подождите. Так вы у нас сегодня ночевали? Ночевали? Это громко сказано. Мы уже под утро приехали. Всем доброе утро. О, а мы только что про тебя говорили. Да. И что говорили? Саша рассказывал, как вы вчера познакомились. Так, ладно. Я поехал. Увидимся вечером. Наташ, рад был знакомству. Хорошего дня. Взаимно. Это что? Шутка такая. Ты о чем? А ты не догадываешься? Серьезно? У вас же с ним разница лет 30. И что? Тебе, значит, можно, а мне нет? Что ты сравниваешь? И вообще у нас с Димой не такая большая разница. Всего 20 лет. Всего. Ну, а у нас чуть-чуть больше. Подумаешь. Я не понимаю, как можно из бара притащить незнакомого мужика? Учусь у лучших. Ладно. Прости, я была не права. Ты уже взрослая, сама можешь решать, с кем тебя провести одну ночь. Ничего страшного в этом нет. Подожди, а кто сказал, что всего одну? Я вообще-то буду с ним встречаться. Ты серьезно? Да. Мне Саша нравится. Он умный, веселый, опытный. Если ты понимаешь, о чем я. Ладно. Я сама виновата. Это твоя жизнь. Если он и правда тебе нравится, то я не против. Вот и отлично. Саша вечером на ужин придет. Посидим вчетвером. По-семейному. В общем, самый лучший дайвинг – это на Красном море. Однозначно. Я таких красивых коралловых рифов больше нигде не видел. Ой, да. Мы когда с Аней были в Египте, тоже обалдели. Помнишь? Ну, конечно. Я когда первый раз нырнула, воды нахлебалась. Потому что рот как открыла от изумления. А мы, короче, с пацанами в Турцию ездили. Так вот. Один мой кент в первый же день нажрался и уснул на пляже. Мы ему на спине писюн выложили камнями. Вот такой загар получился. Дим, что ты своей дамой не ухаживаешь? Наташа уже как пять минут сидит с пустым бокалом. Спасибо большое. И, кстати, еще раз отдельно за цветы. Вы знаете, главное правило удачных отношений – это понравиться маме своей девушке. А мне в этом плане проще. У моей девушки нет мамы. Да, прости, тупо. Так, а добавки никто не хочет? У нас там еще пирог остался. Ой, мне уже точно хватит. Я тоже наелся. Кстати, ужин был шикарный. Ань, я надеюсь, ты готовишь не хуже, чем твоя мама. Вообще не хуже. Ее коронное блюдо – это сосиска, вареная в целлофане. Так, ладно, поздно уже. Мы, наверное, пойдем спать. Спокойной ночи. Приятно было пообщаться. Взаимно. Good night. Ты молодец. Отлично справляешься. Все равно это как-то странно. Да ничего не странно. На твоем фоне Дима сегодня оказался просто тручком. Ну, надеюсь, твой план сработает. Обязательно сработает. Классная погодка сегодня. Давно мы так с тобой не выбирались. Ой, и не говори. У меня работа, у тебя учеба, еще и мужики эти. Кстати, как у тебя дела с Сашей? Да, все отлично. А у вас как с Димой? Ой, да, честно говоря, не очень. Почему? Что случилось? В целом, ничего. Просто хочу с ним расстаться. Серьезно? Да, ты была права. Шашни с малолетками – это так. Баловство. Мимолетное увлечение. Я поняла, что мне нужен взрослый, серьезный, нормальный мужчина. Ну, типа Саши. Ты что, положила глаз на моего парня? Нет, нет. Я так, для примера. Он экран починить может. И готовить умеет. И поговорить с ним всегда есть о чем. Короче, мам, я поняла, тебе нравится Саша. Так вот, расскажу тебе прикол. Мы с ним не встречаемся. Он абсолютно свободен. Я наняла его за деньги, чтобы тебя позлить. Что? Это правда? Ты серьезно? Да, прости. Я думала, тебе будет неприятно видеть меня со взрослым мужчиной, и ты бросишь Диму. Давай сядем. Но, я думаю, получилось даже лучше. Ты, очевидно, нравишься Саше, так что вперед можешь действовать. К сожалению, не могу. А в чем проблема? Диму бросаешь, с Сашей начинаешь встречаться. Так не получится. Да почему, блин? Потому что я беременна.